С начала 90-х годов в нашей стране пионерское движение уже не поддерживается на государственном уровне, но все же есть еще школы, где эта организация сохранилась благодаря местным энтузиастам. Яркий пример – средняя школа в селе Балагое Рускополянского района. Здесь для учащихся красный галстук, незабытый предмет гардероба, а символ юной борьбы за человеческое счастье. На дне пионерии в Балагом побывала наша съемочная группа. Если пионерское мы словом даем, то можно быть уверены, что мы не подведем. В школе села Балагое Рускополянского района пятиклассников принимают пионеры. Здесь это движение никогда не прекращало свою деятельность. Все так же 19 мая звучат песни, все так же торжественно клянутся горячо любить свою родину и заботиться о тех, кто в этом нуждается. У нас есть отряды, которые ходят, помогают. У нас есть много бабушек пожилых, у которых они не могут сами ничего делать. Потом проводим акции милосердия, зимой ходим, чистим снег. Вот сегодня у нас шестой класс идет в поход на природу. У них будет пионерский костер. Пионерский отряд носит название «Искра», в честь возглавлявшей его в 80-х годах пионер-вожатой Таисии Мунгаловой. «Искра» была ее девичья фамилия. В 89-м году она вместе с 25 местными школьниками поехала в летний лагерь Новороссийска. 4 июня они стали жертвами крупнейшей в истории Уфимской железнодорожной катастрофы, когда два поезда оказались в эпицентре взрыва, проходившего рядом газопровода. С тех пор торжественный день пионерии сопровождается в школе «Минуты молчания». Прошу почтить память старшей вожатой Мунгаловой Таисии Николаевны и ребятам, погибших в Уфимской катастрофе «Минуты молчания». Она зажигала нас, она преподавала географию и была вожатой. То есть мы готовили праздники, мы готовили все мероприятия, мы выступали на район и на область. В 89-м году старшая вожатая Таисия Николаевна Мунгалова уехала со своими детьми в последнюю дорогу. Но до сих пор мы помним и чтим память о вожатой нашей и о тех ребятах, которые сгорели вместе с ней дотла. Будь готов! Всегда готов! Представители КПРФ стараются поддерживать пионерское движение школы в их благом деле. Не только присутствуют на линейках и повязывают галстуки новоиспеченным пионерам, но и помогают материально. Депутат законодательного собрания Михаил Федотов в этом году привез реквизит для Кабинета географии и Актового зала. И глядя на лица ребят, вспомнил, как и сам когда-то был всегда готов. Я видел сегодня радостные и счастливые лица. Я вспоминаю, как меня принимали в пионеры. Вот такое же какое-то животрепещущее ощущение. Восторг. Восторг, да. Так что надо традиции эти продолжать. И мы эту линию пока проводим.